Царь Небесный Отец Наш Небесный, благослови нас на сей занятиях, Господи, открой наш ум к разумению Писания Твоего, дай нам мудрости понять, вложи в наши сердца, Господи, Слово Твое, дай нам узнать из Него волю Твою и исполнить ее, Господи. Чтобы достичь Царства Цветов Небесного, Тебе за все вечное слава, Отец и Святой Дух, аминь. 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 А что, Матерь, не думает? Она знает? Она знает. Ну, не пойду. Так, Евангелие от Духи проходим, глава 24, начало с 1 по 12 стих. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленный аромат, и пришли они к огробу. И вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленный от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они осем, вдруг предстали пред Ним два мужа в одежде предстающих. И когда они были в страхе, и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человекам грешников, и быть распыту, и в третий день воскреснуть, воскреснуть, и вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати, и всем прочим. То были Багдалина Мария, и Иоанна, и Мария Матьякова, и другие с ними, которые сказали о себе апостолам, и показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр встал, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, делясь сам себе происшедшему толкованием. Ибо глубокое утро почти то же, что очень поздний вечер. И нашли они камень, отваленным от гроба, ибо ангел отвалил его, как говорил Матфей 28.2. Когда они вошли внутрь, им являются два мужа. Один, упоминаемый Матфеем 28.2, сидел на камне. А эти два мужа предстали внутри гроба. Это разное видение. Когда они возвратились от гроба и рассказали об этом апостолу, то их почти мечтательницами. Так по природе невероятным кажется людям чудо воскресения. Впрочем, Петр немедлит, как и огонь, принявшийся за вещество, но бежит ко гробу и видит только пелены лежащие. И от того, что он достиг до гроба, на первый раз польза та, что вместо того, чтобы насмехаться, он удивляется. Ибо как остались одни только пелены, и при том тогда, когда тело намазано было смирно. Сколько же досуга имел вор, когда он оставил их свитами по надлежащему вынест тела, и при том тогда, когда представлены были воины? Опять вопрос. Под Марию, матерью Якова, разумей Богородицу, ибо ее так называли, как мнимую мать Якова, сына Иосифа, которого называли малым. А я разумею брата Божия, ибо был Яков и больший, один из двенадцати, сын Завидеев. Это все. А почему именно вот такие внутренние переживания, удивления, вот им написано в Евангелии, вот здесь, в полковании, ну, в Евангелии написано. Для чего это делается? Переживание кого? Петра удивился сам себе. Почему вот такие вот детали, мелкие детали, они все указываются? А вот раскрываются, написано про них. Потому что, наверное, до конца, чтобы показать, когда шли воевался, говорят, а мы-то надеялись, что он царство. То есть они до сих пор, хоть они и ходили с ним три года, у них другое было представление о том, что он принесет. То есть, а мы думали, он царство тут принесет нам. Понимаешь? Он еще не открыл муку разумений Писания. Он позже потом, когда явится, тогда уже будет. То есть, а до сих пор такие человеческие чувства, как-то, где, куда делось тело, правда, вор какой-то, может быть, взял. А зачем нам там все это? То есть, чтобы лучше понять образ Петра, до того Петра, до дня Пятидесятницы. Так, наверное? Чтобы понять, чем они жили, да? Какое было состояние? Что у них в головах-то было? Я вам просто поставил так. Вот тогдашние апостолы, которые пришли ко Богу, увидели, делились, и тело нету. Больше на чем угодно удивляться. Или нам? Кому легче умеровать? Нам. Мне так кажется. Понятно. Как будто бы они рядом, они в группу сходили. Они Христовы. Я думаю, им легче было умеровать. Они беседуются с Христовым. А вот еще такой вопрос один. Сразу параллельно. Не закончили. Подожди, я про вопрос закончил, чтобы не забудь. Второй вопрос. Кому легче умеровать по-настоящему? Так, чтобы быть готовым умереть за это. К Петру, который зашел в группу, и не делился. Или, вот вы, я первый раз прочитал, когда поверил. Кому легче было? А легче тогда, когда меньше препятствий к этому. Легче умереть. Где препятствия меньше было? У меня или у него? У меня. У нас. Мне кажется, у нас там меньше препятствий. Я хочу свою историю рассказать. Я крестился в храме московской патриархии. Меня батюшка покрестил, облил водой, меня и маму. Вы теперь христиане, вы должны жить по-христиански. И выпихнул. И дети. А что такое покрестило? А как? А что? И вот, пока жизнь не скрутила в такой барабил, что я оказался здесь, и только здесь, когда уже начин все это, понимаешь, это же все от меня зависело. А мне кажется, им было легче. А если брать другой случай, если брать вот именно, что ты в христианской семье уже все разжевано, толкование, ты уже знаешь, уже Бог, Христос уже воскрес, уже святые отцы, тут уже, ну все, все, благодать уже сошла. То есть кому? Или им, которые там, ну ходили, ну да, у них абсолютно были другие. А христа видели? Ну и что? Чудеса видели? Ну и что? Как и что? Ну и что? Он говорит, это говорит, один из пророков, говорит, очень сильный в деле. Один из пророков. Ну пожалуйста. Я, допустим, не видел этих пророков, пока здесь не столкнулся. Христос говорит, блаженный, не видевший, уверовавший. Поэтому, не видевший, но уверовавший. Это не видевший, уверовавший. Тогдаши было, что в воскресенье Христово, он зашел в гробницу, посмотрел, удивился, удивился сам себе. Или нам, я тебя услышал, через 2000 лет, учитывая, за 2000 лет уже столько опровержений было, тысячи. Когда легче? Вот на этом фоне я вклиниваю вопрос. Люди были одинаковые, что, допустим, в наше время неверующие и те до Христа, они были одинаковые по существу, по составу. Или все-таки разница была, что и благодать сошедшая в день Пятидесятницы, она как-то оказала на людей, сегодняшних, неверующих, какое-то влияние. Как вы считаете? Вот уже с нас планет уже можно делать выводы. Когда легче? Когда или сейчас? Как вы считаете, Игнатий Иванович, так вам вопрос? Да, ко мне вопрос. Да. Ну, на это я отвечу, вы сами решите туда, как это. Дело в том, что воскресение из мертвых у Ивлея было проповедование. Это было, или я воскресил, или сей воскресил. То есть они этого воскресения, это не инфарнация была, это разовый акт, и потом человек старел и умирал. Кроме того, воскресение Лазаря очень сильно сколыкнуло их. Так что, парисеи решились убить и Лазаря, потому что из-за него многое убировали. А воскресение из мертвых они от Христа слышали. Пятая глава Евангелия Теанна говорит о спящей во прахе, воскресном, и дальше об этом говорится в 25-й главе Матфея. То есть это неоднократно было. Агитации против воскресения из мертвых у евреев не было. А у безбожников, где мы родились и выросли, там все, умер, лопух на могиле, ничего нет. Ничего нет. Хочешь творим и думаем и пробуем. Кажется, им бы легче умерли, нас они верили. Уже верили в это дело. А смотри, Христос, когда явился в воскресении, в комнате, и упрекал за неверие. Значит, наши доводы все по боку. Как будто их не было доводом. Да как же так? Был в городнице, ты же, он поверил, что пустая, что тела нет. А что воскрес? Доказательств никаких еще не было. Из-за того, что Христос воскрес или не воскрес, неопределенно, умирать никто не будет. А они почти все казненные. Значит, вера была уже вмонтирована в сознание. Ни один не отрекся. Ни счета Иуда, который отверг Христа. И вот, судя по тому, какие мы есть сейчас, как раскрылась благодать Божия, что сошел Дух Святой, и сегодня, ну, говорят, она три тысячи умеровала. Три тысячи в одном месте на всем земном шаре. А сегодня, за один день, не три тысячи умеров, а тридцать тысяч. В разных местах проповедуют. Как бы они проповедовали, Павел говорит, того радость. Мы говорим не о спасении, а о вере. Для спасения нужна церковь. Нужна благодать освящающей, как Павел Законик говорит. А поверить, поверить сегодня легче. А почему легче? Ну, в первую очередь, авторитет людей, которые прошли, которые улыбались за это, а за то, с чего нет, никто умерать не будет. Они умерли не за то, что у них отнимали что-то, а за веру. А тридцать распятого кричали, ревели, не один. Садись в крестах. И верующим это все время подсовывали. Он себя не мог защитить, плоти, как это вы верите. А они говорят, а вы смотрим на будущее. Он обещал, и он обрек нас силой. Так что на верующих говорили, их казнить бесполезно, они как деревья, ничего не чувствуют. У людей было представление, у палащей, что обезболенные все, не слышно. И сегодня, я услышал, в воскресенье мертвых, а мне больше ничего не надо. А почему? О, а посол уберы за эту идею. Не за идею, а они жили этим. А дальше шли какие гонения. В Римской империи казнили 475 тысяч. Полмиллиона. Полмиллиона. Ужас. А сколько, которые отреклись? Единицы. Единицы. И поэтому я хочу, не хочу, но это накладывает на меня особое отношение. Люди умерли из-за Христа. Почему же я-то не буду верить? А теперь-то уже в бедно-советской власти сколько заставляли отречься и пойдешь на свободу? Ну, никуда не пойдет. Тут уже расстреляют, уже как отреченца. Поэтому просто теоретически евреи верили, было легче верить. сегодня легче. Вот у нас, я говорю, Еврейка появилась, Еврейка ходила на занятия, а потом стала ходить. И она распрощищалась. Машина общины не была. Фаина Соломоновна. Аллах Соломоновна православная, нету святых. Фаина. Фарин. Фаина Каплан в Ленина стреляла. Слово сказать. И вот она поет на веру военного Бога Отца. Бога, Бога, Бога истина, Бога истина. Рожденный. Она не поет. Я заметил на это дело. И говорю, ты не поешь этого символа. Ну и что? Не все поют. Ну а священник машет рукой. И это надо. Ты даже не веришь, что он Бог. Это мессианские евреи. Они верят, что он не си. Что он не за грехи людей, но он не Бог. Она меня сразу в ногтю подобрала. Скажите, а вот в то время, когда Захей принял Христа, и вот он пришел, Христос съест, блудиста пришла, что-нибудь говорит о божестве Христа? Ничего не говорит. Так же и есть все. И вот, а вместо Захея вы себя можете представить? Могу. Черт, у меня всегда достаток. Я бы угостил его яблоки, морковки наперл и огурец бы сказал. Вот Серафима Гавриловна давала мне. Я бы так вот все рассказал. Так ты, а поверили бы, что это Бог сидит? Что Бог? Нет, а что ж нас спрашиваете? Что это пророк, что это человек из Лазаря? Это я поверил бы. Я себя знаю. А что Бог за моим столом? Бог, который вселенная не может уместить, которому нет места причины, нет начала, ни конца. И за моим столом? Да, конечно, нет. А что ты с нас спрашиваешь? А она меня сразу посадила в коры. Я говорю, Фаня, тогда нельзя было знать. Сегодня вот я его принял, тогдашему, как на земле он был. Хотя сегодня нельзя вот так принять. Написано, как если Христа знали по плоти, то отныне не знаем. Мы знали Христа, который спать хотел, на возглаве уснул, есть хотел, жаждал, жаждал, сказал. Даже послезился на могиле Лазаря. Это чисто человеческой природы, не божественное событие. Это такое событие. Но такого Христа мы не знаем. А то Божья Матерь плачет о мире. Откуда вы взяли? Там не плачет. Там написано «отрет всякую слезу». Это вы считаете, откровение это. Ни сона, ни плача, ни воздыхания нет. Божья Матерь плачет. Что вы взяли-то? Когда написано, что Бог отрет всякую слезу, когда человек туда приходит. А вот сегодня так, когда все явно, а теперь, как есть это, я поверил, он меня коснулся, дал мне веру божественную. Вот. Сейчас ролик выставили, кто-то выставил. Саша Муха, Муха, беседует с этим ДС, а не, священная из Томска. Ну, я не хочу называть его. Знаете как. И они там все это про меня. Заголовок называется, название «Игнатия Латкина надо обречать». Это в Ютубе вы сказали? В Ютубе. «Игнатия Латкина надо обречать». Обречать. 27 минут. И они рассказывают, как на меня там наплывают. И Саша с ним беседует. Саша-то ничего, он еретик из еретиков, но говорит лучше, чем священник. Лучше и правильнее. Вот ему передать это надо. Он говорит, «Игнатия православный, он супер православный. Нет, он не православный. Нет, он так трясет». Он говорит, «Как же не православный-то? А брат его православный, Аким? Я за ним следил. И фотография. Мы с батюшкой стоим на крыше. Составлю ролик, прям настоящий. Батюшка, да, православный. Так, а митрополит православный? Митрополит. Ну да. А как же они Игнатия признают? Православным, а ты не признаешь? Тогда их надо туда же толкать. И дальше, «А я батюшка тебе сказал, а батюшка зас...» А этот говорит, «Саша, ты объясняй правильно». А этот говорит, «А зачем он тогда ездит по пощам, каждый год батюшка?» А Игнатия больше отрицает, «Я не отрицаю, его похоронить надо». «Я их не отрицаю, я признаю». А они его неправильно поясняют. А тогда этот его и спрашивают, «Зачем ездит?» Ну, это, знаете, это классическое сегодняшнее православие. А Игнатия-то, он вверх спался и показан, и остались плаща. И Михаила, вырезая с фотографии, вот через них он обратился, «Саша, это ничего не может сказать?» А Саша прямо, кто составил ролик, я не знаю, смонтировал так. И говорит, «Он обратился, у него духовное обращение было, он обратился в среди иванских христиан, он получил духовное рождение свыше, он крещён Духом Святым, а этот поп-то, молотик, и не понимает, он вообще не понимает православие, 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 московская патриархия, которую стали на вере в сентябре 43-го образовали. Ты это не забывай, это карманная патриархия для того, чтобы, заразу, говорит, коммунизма развозить. Ты это никуда, и благодать, ты не считай, к слову, чтобы не подумали это. Ну, я батюшке сказал, он засмеялся, конечно. А Саша говорит, батюшка-то отец таким-то, он ничего этого не испытал, у него не было, он ходил, верил в верующие, и всё. И поэтому Игнатий берёт евангельское православие, которое, евангельское, но его лукаво избил, говорит, на этом положении, и он от евангельских христиан-то ушёл. Он, говорит, там не чистился в бумагах-то. Ему давали проповедовать у фактистов, а те, кому попало, не дадут проповедовать. Саша, доводы есть. Даже пасши Сатана обладает великой дух мудрости. А этот поп-то долдунек, и ещё не понимает, что он ему говорит-то. Я батюшке сказал, он говорит, у тебя вера-то от сердца пришла, и головой умерла, а у меня-то через задницу. Он пришёл домой-то, в первом классе-то, и маме заявляет, у Лиана Ивановна сказала, Бога нет. Вот тоже мамке, за стол садись, а что ты не молишь-то? А Бога нет, у Лиана Ивановна сказала, учительница. Ну, отец пригнал табуну, когда, отарут, она и говорит, «Сын-то не верующий». Ну, как ее верующий? За стол не молится. Ты не молишь-то? Нет, он его головой, он только жду ног, рука-то одна. А даже ремень, иначе, ну, калач, он пищит в небе. И-то она села за стол, и батюшка, пишет сам по себе, говорит, из тех пор, что там верующий, надо священникам. Через ремень, через задницу вера-то пришла, говорит, у меня, что вы хотите, сравнивает нас. А Игнатий пережил, и показано, я менскался, я падаю, говорю, да, я не могу сказать, молюсь на том месте, я уверовал, там дома-то нет того. Я плачу, и все это заснято. И кто смотрит, все плачут. У меня спазм, гордо схватили, я ждал этой встречи, привез книги, и вдруг ничего этого нет. И все равно там какая-то клиника, или организация соматологическая, и я ее подавил. Так она мне не пускает там вот это, который дверь-то открыл, и она ее не надо закрыть. Я говорю, я пришел, она напугалась, борода-то стояла, вызвала полицию. Полиция, правда, уже явилась к нам, а мы им и объясняем. Я работал на корабле, я здесь уверовал, для меня здесь новая жизнь, я привез книги, мои книги, я там, подарить мне это, я хочу подарить ей, то на том месте теперь, а там место святое, тут Бог душу нашел-то, а полиция-то туда-сюда смотрит, да бывает, они не понимают по-русски-то, а которые, так скажу, по-русски-то все понимали. Ну, это все заснято, в интернете стоит. Заряди город Фенспас, и ты сразу выйдешь, наверное. Ты видел? До конца, я не видел. О, там, смотри, я сейчас там, смотри, плащу. Это нельзя, такое было посещение там. Вот, а Саша там все и говорит. У Асаакима-то ничего этого не было. Он, вот это классическое, сегодняшнее православие, пришел, ушел в спешку, затекал к мощам, да еще икону, лбом боднуть надо. Поцелуй, да еще боднут, лбом. Скажи, у вас так же делают? Ну да, еще, я говорю, поцелуй, ну вот, я целуюсь с Путиным-то, и лбом бы его, вот, лбом бы еще получилось, понятно. Бывают люди, которые лбом цело проламывают, они тренируются все время. Ты видел? Я легенда, так как он разбегается, бьет, и пули непробиваемые, стекла разбивают, лбом. И батюшка вчера ей говорит, у меня вера-то пришла через задницу, а у Игнатия через голову. Поэтому мы разные. И Саша все это показывает. А это сидит поп-то, и ничего не понимает. Игнатий, видишь, как, и Саша начал и дальше рассказывает, есть родовой станковые, самолет, авиация. Кажется, я могу говорить, морит, я вот танкист, а почему моряк, какой там море, а моряк, а почему он с танками не плавает по морю? Так же не рассуждают. Но есть люди, которые никому не принадлежат. Это называются разведчики. Штырли, стань врага. Он включает, хайм, хайм, гейм, все, и подписывает документы. И он делает столько, что дивизии не сделает, какой ущерб наносит. Вот Игнатий, если тут же показывает, крещение идут баптисты, и как бы я, я оттуда вывергиваю их православие. Это Саша. У него был дар, слово. И он пал, все, а часть этого сохранилась, как упадшего демона. Ты посмотри. И он, я говорю, а как-то говорил. Я там было, это называется, рождественское чтение, по-своему, раз в году, в январе, международное. Я там, 15 ступеней было, и одно посвящено мне. А одно там этому мастернику Васильеву Михайловичу. А остальное там по таким вот. Сейчас вернее разделение будут, Греция там, они ничего не имеют. И он обо мне там дали какое-то Анне Владимировне, и она, он же и заставил, прикол, жесткий поп, это его материал. И она говорит, в лагере интересны дети. Это, значит, можно так обращаться? Это что же такое? Но самое удивительное, что дети веселые, смеются как-то. Она не может никак понять. Дети-то понимают, что материться. Девочка ударила палкой, я ее наказал. А что я должен делать? Родители мне отдали, значит, они мне верят. У меня детей, это чужие. У меня было за 45 лет, все мои. Он пришел в первые дни, я материл девчонку, да я ударил. Естественно, что я взялся за него. И дети понимают, здесь шутки кончились. И Саша это все говорит. А кот-то этот, доллой, это ничего понять не может, о чем решение. Классическое православие. Вот Игнатий говорил, там вот тут это. И там на Рождественских чтениях принято ассоциацией, было решение написать митрополиту письмо, чтобы Игнатий не знался. А я этому вот-таки-то говорю, так он говорит, стучат, она там у меня. Показывает, вот так стучат, говорит. Они ничего не могли сделать, ассоциация. Ну, не знаю, почему не написали, два года прошло. А этот миссионерский отдел напал на Владимира, галавината. И они тоже говорили, мы из-за этого Латвина, так сказать, возьмемся, напишем. Я им звоню, два года написали. Нет, почему? Руки не доходят. То есть, он понимает, я чем-то окружен, что решение принято все, а никто какая-то как-то аура вокруг их отбрасывает. И он это говорит, и ничего понять не может. Ну, почему? И закашился, закашился, поперкнулся, а потом подавился, не дожил. Загадка. Они не знают, что мое имя Игнатий означает неведомый, незнакомый, неведомый. И Саша правильно сказал, встали врага, для того, чтобы их привести в победе к истинной стране, прийти в православие. И вот они там, это начало, только продолжение еще будет. Ну, я там как сыпанул, обо мне отзывы, там, профессор, академик, занятия вел. Ну, разные отзывы, метрополита, все, где туда. А вот, его за, на русская народная линия, РНЛ, запросили, Степанов, кажется, и он им отвечает, по лагерям, в 16-м году, что Игнатий имеет полное общение с православной церковью, через Барнаульскую епархию. За ним догматических и экономических нарушений не обнаружено. По церковным судам не состоит. Он исповедник и пожилой. Это требует к нему уважения. Митрополит и Сергий. Четко и ясно где-то. И все это с печати, на бланке, в интернете. А эти глядики не знают чего. Теперь, раз он со мной знает, по канонам, то есть, он с середиком водится и в храме мне не только разрешают, а просят сказать проповедь. Ясно, что его надо туда же толкать. А тут никто на это никогда не пойдет. Понимаете, они ничего не могут понять. А тут показывают, я стою, я говорю, все, кто меня касались, ни одного живого нету. Вас Бог всех развеет. Я это действительно говорил, и видно, что я говорю. А почему? Но я могу перечислить. Было 30 священников, все умерли почти в один год. Высек Бог. Никого нету. Там такие были единицы. Подойти не заняты, все чисто. Я еще не явился, прокурор умер. На работе был. Нормальный прокурор. Макдонин, Яхов Иванович. Следователь. Совсем не старый следователь. Там 50 лет умер. А на гаймарито? На гаймарито это же не такая уж смертельная. Это же не рак. И выпас. Никого, никого нигде нету. Я пришел в чистое поле. А здесь наступал в газете, на меня писал Самольсов Александр, лучше в московском комсомольстве на Алтае журналист. Нашли, залезан, валяется. Я уже что ли, резул? Ну, понятно, что никак. Прокуратура меня спрашивает, коровая прокуратура меня спрашивает, а что такое-то? Против вас повоевали, никого нигде нету. С чем это? Вот она сидит. Она говорит, папа Лефикс, я иду там, жили там, тысячи, нашли дели ирюбично, съехали, повалились, она говорит, ну, надо в суд идти, он вот этот день помер. Так, которые, обманутые, ее, нашли, уши с квартиры, его в суд называют, а кто там подал-то? Ты подал, Анна? Ну, Алтай Энерго, на меня подали, как на собственника. Как мне подходит одна, муж-то мой, ой, грустно, говорит, как он издевается над мной, да ты помолил собой, я говорю, а как помолиться? Я скажу, что Бога, обрати его, как? Она через два дня звонит радостно, помер, а вторая подходит и говорит, да за моего помолиться, он тоже там такой, я говорю, еще духовный киллер такой, что ли? Помог, помолись, я молю, что Бог обратил его или дал, выход какой-то, как раз носил за решительство. Он арестовал ее с щитапуш, а у нее Хрисогон, Хрисогон, звать, пресидер, он говорит, ну что нас все, праздник будет о нашей улице. Он в командировку поехал, а корабль утонул, и она, все, щита заблокировали, и она пошла в узор, у за решительство. Она платить стала, покупать узор, а там назначили так, как голова трубит, по весу золота, без, сколько голова? За твою голову тут золота брать, надо больше, чем он с тобой рядом сидит. А любовь ей это превозлагает. Так они стали, убьют, голову трубит, отдельно спряшут, чтобы девочки не прочитали. А так же тебя святые говорят. Давай дальше. 13-24 стихи. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60-е Терусалима, называемое Эмаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, прошел с ними. Но глаза и были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал ему, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печали? Один из них, именем Клиопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Прочитается с выражением. Вот как он вородок. Ну-ка, давай, попробуй. Он сказал, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой? И от чего вы печали?» Один из них, именем Клиопа, сказал ему, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой? И от чего вы печали?» Один из них, именем Клиопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» и сказал ему, «О чем?» «А кто хочет посчитать еще?» «О чем?» «Это не пойдет так». «Тут никакого вестерия нет, а у тебя и грива так и тут рассуждают. Поиграем, бадмитон?» «Оиграем». «Читай вестерий». «Вот нет этого Дебунова, у него получилось два вестра». «И сказал ему, «О чем?» «Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильным в деле и в слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». «Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших на гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Толкование. «Некоторые говорят, что один из этих двоих был сам Лукарх, поэтому Евангелист искрил свое имя. Имея тело уже духовное и божественнейшее, он в расстоянии мест не находил препятствий быть с теми, с кем ему угодно. Иисус Христос в смысле». Поэтому интересные очертания, с которыми тогда имелся Спаситель, не позволяли ему знать его, ибо он являлся им, как говорит Марк 16-12 в ином образе, в иных чертах. Он телом располагал уже не по законам природы, но сверхъестественным и духовным. Отсего-то очи их были удержаны так, что не узнавали его. Для чего же он явился в ином образе? И для чего очи их были удержаны? Для того, чтобы они открыли все свои недоумения, обнаружили свою рану и потом уже приняли лекарство, что после долгого промежутка явиться им более приятно, чтобы научить их из Моисея и пророков, и когда уже быть узнанным, чтобы они лучше поверили, что тело его уже не таково, чтобы могло быть усматриваемо всеми вообще, но что воскресло, хотя то же самое, который пострадал, однако же, видимо, бывает только для тех, кому он благоволил, чтобы они приобрели отсюда и ту великую пользу, чтобы не колебаться уже недоумениями относительно того, например, для чего он снова не обращается среди народа, но размышляли в себе, что образ жизни его по воскресенье далеко разнится от обыкновенного, не человеческий, но божественнейший, так что служит образом и будущего воскресенья, в которую мы будем жить как ангелы и сыны Божии. Неужели ты один только пришлес и живешь вне Иерусалима и как безучастен к происходящему в нем, что не знаешь о себе? Смотри же, какое очень малое еще имели они понятие Господи, они назвали его мужем тире пророком, как можно назвать Илью, Иисуса сына Новина или Моисея сильным в деле и слове, прежде дело, потом слово, ибо никакое слово учителя не твердо, если учитель прежде не представит себя исполнителем Иоаннова. Итак, будь прежде сильным в деле, потом старайся иметь и слово, тогда и Бог будет содействовать тебе, ибо прежде делание, а потом созерцание и озарение. 2 Коринфянам 8, 21. Как бы обманутые в своих надеждах, они говорят так, мы надеялись, что он и других спасет, а вот он и себя не спас. Так они были малодушны и костны на веру. Их слова похожи на то, что говорили и находящиеся у Христа. Других спасало, себя не может спасти. Марка 15, 1. Поэтому Господь называет их несмысленными и медлительными верованиями, что значит слова избавить Израиля. Мы говорили некогда, что народ иудейский и менее прочих основательные ожидали во Христе Спасителя и избавителя от угнетавших их зол и от игоремского рабства. И надеялись, что он воцарится на земле. Поэтому и говорят, мы надеялись, что он и Израиль избавит от язычников римлян, а вот он и сам не избег несправедливого над ним приговора. Мне кажется, что эти два мужа были в сильном колебании мыслей. Не слишком не верили, не слишком верили. То есть не верили, не верили. Ибо слова мы надеялись, что он избавит Израиля, обнаруживает неверие. А слова уже третий день ныне показывают, что люди уже близки к тому, чтобы вспомнить слова Господа. В третий день воскресну. И слова изумили нас обнаруживают нечто подобное же, то есть колебания их не верят. Видишь, кое-что домыслы неподтвержденные. А почему он так думал? Ну, потому что обычно так, как люди когда сомневаются, мечтания называют, думают так. Потому что на что-то полагались, по делам увидели, ему не надо уборочной заниматься, еще мель сеять, заботиться. Он поднял, булки валятся, накормил, пошли. Это здорово было бы. Вот такого одного выработника нашли в магазине, где утром встал, ноги поднял, все, завалилось, по полкам разложить. Ну, ладно, моя смена кончилась. Следующее, какая все надо, еще вкус какой, как ледежка с медом. Все, это по полу, ледежка с медом. Он про просит. У меня вопрос. Про воскресенье понятно, говорится, хотя, в принципе, из библейских примеров тоже Игнатьев переводил, что воскресенье было из мертвых. А вот по поводу ангелов, то, что этим сестрам являлись ангелы, а в Писании, в Ветхого Завета мы же видим, как ангел, как в 100 вех шел ангел. Другие, в Библии есть очень много примеров. Почему они, например, хотя бы ангелов не могли поверить, что именно так оно и было, что свидетельство ангела, что он воскрес. почему ангелам не поверили? Почему ангелам не поверили? Вот и вопрос, а тебе по счету не поверили? Примеров. что они не поверили? И не надо было поверить. Он просто говорит это, потому что где тут мы слова их показались пустыми, да? Может быть, потому что это сказали женщины? Может быть. Слова-то пустыми, опять же, это женщина, а не об ангеле. А ангелам-то не поверили. Но, в первую очередь, не сами они видели это. Это много значит. Я про это говорю, что женщины говорят, а женщины еще женщины. Это такая параллель. Женщина. Как ей говорят? Сказал бы, мужик, а вы мечтательница, и все. Женщина говорит, как мечтающая, рождающая. Она все так рожает, а уже думает, как будет защитить, как кормить будет. А он еще на свет не появился. Писание об этом говорит, как рождающая. И мечты, как у рождающей. Женщины вообще мечтательные, поэтому их больше этого Христа было. Вот интересно, жертвское сердце расположено, и оно выдело то, чего мужчины не видели. А они, как алкоголиста, имение своих жертвовали. А когда смотришь на канонизацию, то на 10 мужчин, даже одной женщины, если этого нету. То ли, может, ошибались эти канонизаторы. Или, в самом деле, так трудные. Женщина, непослушная мужа, не спасется. Даже думать не надо. А вот это чуть не на 100%. А почему я должен слушаться? А почему я должна? Вот у нас мы показываем, где женщины. Вот, вот видят, наши женщины у вас были. Какая женщина красивая. Я говорю, надо же, Ирина тобой тоже записала. Никакого вот этой мазни. Она же глумая, Ваня, так или не узнаешь, кто она такая. Я любил краску, а тут Ирина, Елена, я у них записывал. Какие женщины, как приятно смотреть, как одеты, какие слова говорят спокойно. Отзывы. Уже два года, и отзывы не меняются. Вот такую бы я в жилу взял. Опять такую. Зашли ко мне Маша и ее визы. Я их провел в шалаш, показал, потом сказал, разделите с нами любовь. За стол сели, сели тогда, святые так говорят. Так там было, что и мусульмане, и Машенька какая красивая, а Патризыка какая. И вот я смотрел, а Игнатий сразу заметил, чтобы грудь у одной открыта была, она тут же запахнулась. Как внимательно смотрит. А я смотрел, я до другой смотрел. И поели, и пошли. Вот, а где вы живете? Я тебе дам, где живете. Я его сразу высчеркну. Конечно, продолжили все понимать, почему обстановка такая была. во-первых, женщины не верят вообще. Мало ли еще, она, может быть, поплыла. Мало ли еще. Показалась со страхом. Вчера я просчитал, сколько уже, 19 лет, а второго, этот, зрение решил. Федоров. Федоров, это был самый известный хилл-бук, институт, там его имени сейчас. У него свой вертолет заубежный. И подготовили, сейчас так открыли, что на высоте 250 метров он летел, и рухнул. Со скоростью 200 километров ударился от земли. и трупы-то исследовали, и три человека было, у всех в крови адреналин повышенный. Все испугались, а у него нет, то есть он спокойно, может, ему выпустить. То есть специально подстроена была, чтобы, если бы это, его не убили, а он уже все на выпуске, это было, без всякого лекарства, возвращать зрение, чтобы вы не жили без очков. Вот все это уже разработано было. Это показывает тысячи людей, пошли бы под нож. Представьте себе, сколько ракотников решились, ракоты и прочее. Нужен был такого брата, или что-то, как в Тесле. Вот о нем пишут, он электричество из атмосферы. Читал? Из атмосферы. И там, это, и Аракфель, никакой диекти не надо, ничего. И вот поставил, ничего нету. Трансформатор, а вот будка, и от отсюда энергия течет, и дальше снабжает. Не надо ни воды, ничего. И так все опять замерли. Он показал, проверено было, и убрать, убрать, запретить, печатать. И вот это точно так же. И мы вам намерто дальше, они говорят, не наказали помолчать о Христе, били их, а кого больше слушать это? Воскресение Христова. Вот я в камере был в одной, а камера это для милиции, это отдельно, значит, в милиции за ночь еще так все, одеты, а куроры сидят, и один такой майор лежит и со мной разговаривает. А вот такая ситуация, ну, видимо, он в ситуации строит, какие у него были. Я говорю, и вы как, сумели? Да никак, только, перестреляли друг друга. а вот это так, на охоте я стрелил и оказался человек, я убил ее, но я не могу проверить, так или не так. А вот такие конструкции строят, а вот такая ситуация, как вы поступили? Я говорю, апостол Павел, Тимофею, и я говорю, да вы что? Я говорю, да, это прямо ситуация такая, он полежит, видите, вот так, помню, сейчас закинет, на полу лежит, лежит на матрасе, все. Это надо, это еще у вас так написано, да, как все продумано, а потом еще более сложная операция, и я свободно ему отвечаю, он опять лежит, лежит, губами шевелит, нет, выхода другого нету, ой-ой-ой, как у вас все это описано, я еще описан, Бог написал, это я должен только принять, и здесь мир мы заключили, и здесь, а у нас не пахнет, да, он лежит, но дома-то на ней разве, а другой, так, жена там спуталась с кем-то, ну, я ей говорю, да, вот, а потом, она собирается, куда пошла, я опять к игру и пою, а потом встал, в беде, вот так вот, уперся в костях, иди, иди, взял в руки нож, она все равно под руку идет, как ты, как под рукой повез, так как дал ей, так на повалку, сразу зарезал, ну, я говорю, в таком угол, аффект, состояние, и прочее, а как бы вы поступили, я объясняю, по слову Божию, Павел, прям простые, житейские, он пришел домой, а жена, не помнишь, с кем-то, у него там, припятишек, уже шесть года, а он с поля пришел, ааа, она сидит, она декретница, вот она, от нее шатусу, не надо, а, скажи, она тебе нравится, я тебе не буду, нравится, конечно, она молодая, какая сохранилась, какая-то, так, вот, жили, дети, это твои, теперь, дети, карми, на снедаде, жена, проси меня, я пошел, и куда-ка, кто-нибудь, и милистом, пришел, а тот, он, знаете, как вам, ты что придумал-то, иди отсюда, я тебя не звал, он, а когда в биле, там сел, смотрит, а тот в келье молится, он тоже в стану, будет молиться, вообще ничего не знает, молиться читать не может, два дня прошло, три, этот солнце закрыт, а тот на солнце, он видит, уже четвертый день, он помрет здесь, вот, что ж такое-то, иди отсюда, и так он не мог его прогнать, а тогда ему отдал задание, он тоже его выполнил, тогда накормили его, Павел, ты простый, ты простый, вот там где-то, и в это время, девочку привезли, бес такой, прям, бует, и бьет ее головой, она пеной не спускает, раздевается, она говорит, да вот так, да как это, к Антонию, говорит, были, он говорит, я не могу, это бес очень сильный, только Павел, я, девочка, на небес обозгоняю, так сказали, он тогда что, разулся, на камень заскочил, а камень там, буквально огнем дышит, пустыня-то, у него ноги, племятся, а боль Бог снял, и боль перекинулась сюда сатану, он как заорал сатана, выскучил, ушел, он, если Абов сказал, тогда он, значит, так и надо, не надо рассуждать, а то, что он, он хозяин, я подчиняюсь, он сказал, Абов сказал, и все, бес, выходи, молитву надо считать, там, Иоанн затронулся, молитвы, приключения, знания демонов, а он просто так, выскучил, ноги догорят, он, демон, выходи, Абов сказал, что ты вышел, и тот, как не бывал, выпрыгнул, как говорится, из шампанского пробка, все, я это могу приводить, а то, а я не верю, а я верю, я верю в эту могучую силу, и ничего они не сделают, у меня ролик записан, нынче был, ко мне, дома никого нету, трое ребят, в ограду, у меня наружка наблюдения, я все это вижу, и если бы я раньше, я бы закрылся, молю в сердце позже, надежда, это только бы я не открыла, открой, открой, давай молиться за ней, она мне звонит, стыщится кто-то, открыла бы, никак, а я вижу, как они где сейчас, и они не знают, я дома или не дома, а я потом, а телефон написал, свой в окно выстоял, они думают, то ли раньше, то ли сейчас, и позвонили, а вы где находитесь, а вам что нужно, да вот у нас, откуда вы, а вот тетя Таня там, баба Таня такая, она сказала, у нас какой баба Таня, они не знают, что им надо, не знаю, три здоровых пальня, я кубков, кубков, приезжай, с собаками, проводи их тут, да, а они, а Сережа позвонили, полицию, полиция едет, не едет, второй раз, полиция едет, то ли не по договору, по договору, или что-то, обычно, когда желают завладеть домами, они со стрельками расправляются, и на этом все, а дальше там проще-то, и они видят, тут крест, и надписи, вижу, подходят, смотрят, а дождь идет, опять подходят, у меня под крышей, а я все это сижу, и вижу на экране, и все снимают, вот, полиция, перед тем, как подъехать полиция, и тут машина черная, разворачивается, они от меня быстро выходят в машину, прыгают, и отъезжают, минуты три прошло, полиция, полиция подъехала, полицейский даже ногой земли не достал, посидели рядом, уехали, и все, вот же, видят, два дома, мы в ограду зайдем, вызвали, неприятность какая-то, даже не вышли, по неволе думают, что все это согласовано, я потом это все полиции им открыл, сходил в прокуратуру, и все отклинуло, сейчас еще нету, и при том, раз за разом, день за днем, разные люди, на разных машинах, а чего им надо, не говорят, вот вам, повестка пришла, в полицию прийти, когда уйдут, я посмотрю, никакой повестки нету, почтовые ящики, они видят, но выходят, никого нигде нету, вы-то живете тут, здорово, конечно, ты когда ехал по этой дороге? на той неделе, на той неделе, эти-то, поля-то, ездят, урыски, они разбомбили, эту всю дорогу нашли, сегодня звонил Жмудов, говорит, видел, дорогу разбомбили, говорит, сегодня-завтра привезут вам машину щебня, помоги, говорит, растащите ее там, в отход, да, хороший молодец, а я-то вчера поехал туда, все, они уже закончили, овес убрали, все, да? нет, овес убрали, пшеница осталась потом, они неправильно, не сказали, что воинство сходу не делали, так, она огромная, эти, самосвала, и трехи, и они на скорости, и вода за ними идет, и размачивает землю, где камня нету, они сядут, а который едет, потихонечку, и у него вода тут же скатилась, и дальше едут мне сигнал, на другую машину, я там, вторую афишу делал, ну каменистая, чтобы не боялись заехать, ну каменистая, а вот у нас только машина уехала, ну побольше, да да, машину я все заснял, будет ролик стоять, ну я одна, вчера два раза ездил туда, один раз посмотрел, второй раз, второй афишку повесил, ну каменистая, вот представь себе, мой воздух, я на велосипеде, туда-сюда, чтобы установить, чтобы люди спокойно могли возить, а вот это, станет, это сколько, это расстание дуры, 25-35 стихи, тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли отлежало пострадать Христу, не войти в славу свою, и начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем, во всем писании, и дождь, и приблизились от них, там усилия, и закрошили, не надо побольше закрыть, Лена, узнай, позови нас, он, на него, салказбек, посмотри, может быть, надену и палатку, а, конечно, нету, сейчас скажем, скажем, и он показывал им вид, что хочет идти далее, но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру, и он вошел и остался с ними, и когда он возлежал с ними, то взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них, и они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам писание, и став тот же час, возвратились в Иерусалим, и нашли вместе одиннадцать апостолов, и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес, и явился Симону, и они рассказывали о происшедствии на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. толкованием. Подожди, у вас не горело ли в нас сердце. Вам кто-нибудь говорил на ваши слова так? Да нет, конечно. Людей настроены бы против вас заранее. Представьте себе, вы начинаете читать, а люди, которые знают, что она там бывает, она знает, она такая, такая-такая. А потом, когда обнаружилось, все, что это ложь, они говорят, а ты как? Я говорю, когда говорила, у меня сердце горело, что это так. Ну, другие там священники долбили бы я, и я нашла. Не горело ли у нас сердце? Шабар, от того, что ты говоришь, что-то сердце сколыхнулось, вспыхнуло. А его душили в это время. Допускали неверия, душили. Вот такое бывает тоже сегодня. Не горело ли у нас сердце? И люди это тебе скажут и напишут. Толкование. Например, кто надеется, что Христос придет для спасения народа, впрочем, не для спасения душ, но для восстановления и избавления иудейского народа, тот верует не настолько, насколько должно веровать. Равный тот, кто словам Давида пронзили руки мои и ноги мои и Псалом 21, 17. И прочим словам относительно Креста и обстоятельств на Кресте верует. Не отвлекайтесь, туда смотри, повернись. Как пророчество от лица Господа. И места Писания страданий принимает, но не принимает в рассуждении место о воскресении, каковы, например, сии. «Ты не оставишь души моей ваде и не дашь святому твоему увидеть тление» Псалом 13, 10. «Между мертвыми» Псалом 86, 87, 6. «Освобождают устников атаков» Псалом 67, 7 стих и подобное. «Тот имеет веру несовершенную, но верует отчасти. А должен верить пророкам во всем, как относительно состояния уничижения, так и относительно состояния славы. Но поскольку, говорит, вы несмысленны, то есть медлительны, ибо если бы они были несмысленны, то он ничего не стал бы говорить им. Поскольку вы медлительны, то я раскрою ваш ум и сделаю его быстрым в мышлении. Поэтому он и изъяснил имя из Моисея и всех пророков, сказанных о нем. Таинство жертвоприношения Афрамова, когда он, оставив живым Исаака, принес во всесожжение Овна, служило прообразованием относительно Господа. Как и сам Господь говорит, что Афрам видел день его и возрадовался. Иоанн 8, 56. И это место, жизнь твоя будет висеть пред тобою. Второзаконие 28, 8, 66. В одно и то же время указывают и на распятие словом висеть, и на воскресение словом жизни. Жизнь твоя будет висеть пред тобою. рассеянный и в прочих пророчествах изречения о кресте и воскресении особенно у важнейших пророков. рассеянных и, впрочем, пророчествов изречения о кресте и воскресении, особенно у важнейших пророков. Таких мест можно набрать и из них. Когда Он соизволяет, тогда очи их отверзаются, и они узнают Его. Сим обозначается и нечто другое, именно, что у тех, кои причащаются благословенного хлеба, отверзаются очи для указания Его. Ибо плоть Господа имеет великую несказанную силу. Он становится им невидимым, потому что имел не такое уже тело, чтобы надолго пребывать с ним интересно и вместе для того, чтобы таковым действием еще более усилить их любовь. В эти часы, конечно, Господь являлся и Симону, покуда эти два мужа завершали обратный путь в Иерусалим. «Сердце их горело» или от огня слов Господних, когда при изъяснении Господом они внутренне разгорались и соглашались с Его речами, как истинными. Или когда Он изъяснил им Писание, сердце им билось и внутренне говорило «Сей Самой, Которой изъясняет нам, есть Господь». «Истъясняет нам, есть Господь, есть Господь. Истолкование, а что такое совершенная вера?» «Совершенная вера? Полная. Полная всему написанному верить. «Да, без грамма сомнения». «Совершенная вера. Вот сейчас много роликов я читал, подкоменка Константин, священник найдешь. Анафема ему, просто анафема. Это не верьте, что написано в Верхнем Завете, это еврейские басни, священник прямо в храме говорит. А тут написано, как Господь, говорит, пророков ссылается. Блатаус говорит, не отдай буквы не пропускай, а то священник стоит в храме говорит. Это евреи там выходили, были там сильные нации, там землю, это еще не было. Это все мечты написанные здесь, в храме. Ну там вообще, на суток дети, его никто не трогает, это не головы. А тут интересно, у нас Виталий уехал, у него знакомый один. Не подъехал. Оба разведенные. И вот тот придумывает, надо сделать праздник девства. Я говорю, кому, которые в люльке лежат, и дальше кто будет праздновать-то. Это надо придумать такое дело. Я говорю, а по Писанию, это как будет? Где вы видели, что в церкви были такие праздники? Праздник девства. Да сегодня женщины на 90% на вторую букву опают, а другое название нет. И все. И выход только один во всем. Полную веру, совершенную веру надо иметь написанному. 5.39, считаем Евангелие Татьяна, исследуйте Писание. Это Христос говорил, Евангелия еще не было, да Евангелия еще срок. Матфея через 5 считается так. Марк через 7, Лука через 15, а Иоанн через 35 лет только напишет. Писание называется Ветхий Завет. Исследуйте, Пистос не сказал, вот это бытие верьте, а левитам не верьте, к ним. И нету нигде. Никто их никогда не разделял, на это стоит священник. Он никто, он как антихрист. А вы такого признаете благодатным, не приведи Господь. Может быть, что-то через него Бог совершает, но говорит, что он не делает. Вникая в себя и в учение, заниматься силой постоянно. И вот так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. 1 Тимофеевич 4.16. Вникая в себя и в учение. Какое учение? До нового-то не было никакого. Решла учение, которое было. Паэмли на счете ссылается? Интересно, вот если вы эти писания, ну понятно, надо проникать, как это было. А в любом месте Паэмли говорит, исследуйся сами себя, верили вы. Ой-ой-ой. С самого себя и следовать, и верили. Вот я тебя спрошу, исследуй себя, верили ты или нет. С какого-то времени умерла. Ну, ты сможешь это взять, записать? Вот сегодня я тебе и телевизор запишу. Познакомьтесь с Игнатом. Фамилия-то какая? Сергей Егорович. Везде подписывается. Духовное чадо. Вестиолера, исповедник Игнатия Латвина. Юрист из Донбасса. Совпадение, нет? Надеюсь, Евгений приехал. Да. Вот так. Сегодня очень прищадо делать здесь. братья наши. Отечественное. Вот у меня, раз уж и только, когда я на закусе прочитение, сказано в вами примерах, как Павел предраслушливый издал беса, только потому, что ему дал такое повеление Пахомич. В порядке послушания. Василий Великий. Василий Великий, нет? Сейчас до конца скажем. Значит, Павел предраслушливый, в порядке... Припростых. Припростых. В порядке послушания Василию Великому изгнал беса, избесновавшейся девочкой. Ну, не поверяйся, и тут такой соблазн сказать, что для Павла Припростого послушание Василию Великому, чтобы знать беса, оказалось выше поста и молитвы. Нет, это не Василий Великому. Это Антоний Великый. Это Антоний Великый. Антоний Великый, Антоний. К нему привели, к Антонию, а он сказал, говорит, я не могу только у вас. Нет, у Василий Великого почти подобное было, когда я нашу душу продал. А потом пришел, и как молились, и сверху эта бумага долго отпала. Он запасся, Василий Великий, и не уйдем их к Богу. Он имел такое дляразумение. Вопрос не об этом, вопрос о том, что вот этот Павел... Припростые. Припростые. Для него что оказалось, послушание Айби дороже, чем молитвы и пост? А где молитвы и пост он отверг? Он не отверг, но он дни не прибегал. Он говорит, не отверг, но дни не прибегал. А на все, и все дети, чем он занимался? Он как раз по этому проверен был, кротость, смирение, молитвы и поста. Он достиг совершенства Антония, то есть поста молитвы достигал 15 лет, а этот через 15 дней. У него это уже была жизнь, просто в этот момент. Ну а теперь результат, поста и молитвы, это и был. Зачем он послал так ему Антония-то? Это плод, поста и молитвы. Никак это, совершенно не к делу. А вот у Василия Великого, у него там было, у Киприяна было, господинского, когда Аглоид этот, полюбил Устину, к чародею пошел. А чародеев и сделал, что его демона по воздуху носит. Она там где-то в Килле на пятом этаже. И он перед отлом у нее пролетает. Куда ни пойдет, он перед ней. А потом взял так, что ей кровь как бы забурлила. Ничего не надо, кроме этого юноша. И она поняла, это демон делает. Она на это не рассчитывала. Она думала, а одна остаться-то. Тогда на молитву. И демон еще не мог сделать. А он уже нанял его, душу подписал. И тогда подходит к нему к этому колдуну-то. Она на меня и смотрит. Как не смотрит? Демона вызвал. И тут интересно как. И явился. А почему ты это не можешь? Я не могу. Он дьявол самого. И сам сатана не мог сделать. Почему? Она на имя, говорит, Иисуса призывает. И имя, и ты его испугался. А когда сам он придет, как христиане говорят. Что ты будешь делать? Дьявол так не понравился. Он схватил ее. Теперь я говорю, давай душись. И он как вырвался до храм. Молиться. Говорят, вечер забирать надо. Я никуда не иду к крещению. Какое крещение-то? Оглашенным ты не был дня. Я сказал, никуда не иду к дуто. Он меня зарушит сразу и берет. И вот это экстраординарное событие. Было принято, как повеление Божьего христили. Через два года он стал ебископом. А как молился его? Василий Меликий. Ему открыто было. Когда за об одном храме-то они спорили. Арианин говорит, наш. И все подают справку. А нам отдали царю его. А сейчас, теперь-то. Василий Меликий придумал. И говорит, давайте так молиться. Мы его запрем в храм. Замками. Печатями. И заходите. И будем три дня молиться. Первое, значит, молитесь вы. Арианин. Если не откроется. Если откроется, мы уже молиться не будем. Еще открывать, когда открылось-то. А второе, мы говорим, если будем молиться и нам не откроется, то храм тогда ваш. Ну, христиане-то все и поднялись. Говорят, какая же правда-то. У них не открылся. У нас не открылся, а им отдавать. Тогда что-то надо другое придумать. А он говорит, нет, только так. Ну, тебе помолились три дня там. Сколько? Нет ничего. Христиане стали молиться. И другой, говорит, такой, как гром ударило. Ворота зашатались. С сыпями вместе косяки вырвало. И эти ареалии, которые стали православными, пошли в храм. Он поставил условия, дальше которым идти нет. Мы не молимся или отступаем назад. У нас было такое за детей. Ну, не кто-то, а Вадим, там, за Настиной детей. Это не Настяная. Ну, да. Она, Настя-то мне, как бы, глющатка. Моев, она, Татьяна-то родная. Они собрались на меня, Виктор Андреевич, мне договорились. Если сейчас суд подаёте, суд решит, что не отдать ему детей, вы больше подавать не будете. Примите, как от Бога. Согласны они, согласны. А записи будут, всё. А когда суд-то так решил, они никак опять, давай, ну, уже говорили. Они молча опять подаются. Вы перед Богом говорили. А тут Татьяна сидит, Виктор Андреевич, всё, не под каким видом. Такое, если Бог не принимает, и всё, отняли. Ещё больше нет. Не под каким видом не пускают. Надо готовиться, больше. Я хотел это добавить, Игорь, да, сейчас ты говоришь, это совершенно вера, да? Да просто из того, что прочитано, то есть понятно, что говорит, в псалмы верили, что продили руками, то есть верили, что его распнут. А в то, что в воскресе не верили, вот он и говорит, что это вера-то у вас несовершенная. То, что в одно место верите, в другое не верите. Вы должны во всё верить. Вот что совершенно вера. Константин Парховенко в храме говорит, Ветхий Завет – это выдумки еврейские. Это басни, это мечтания, ничего этого не было. А Христос ссылается постоянно и следует, как подожить Ему относиться. Если будут говорить и так, как мы, Анапе моему. Галатам 1.89. У него есть сказ. Так же, как сектанты, что-то берут для себя, а что-то не берут, типа не верят, да? Я слышал такой рассказ отца Геннадия, там на экзаменах, спрашивает преподавателя, а как это? Он говорит, а вот это? А то вот так надо делать. А отец Геннадий Матвитик говорит, тогда вам анафема. Он говорит, садись, пять. И всё. Профессор говорит, тогда вам анафема, раз если по-вашему. Всё, ладно. Молимся. Да, хочешь, а второго-то как священника звать? Сергий. Он держал, да? Сергий, он, я слышал, Сергий. Очень доволен, поехал. Уже и с кабиной, да ещё раз многоставил, да. Прямо тронутый был. Он майор, военный, он военноучилище больше, позвали майора. Военно звали у него майора. Вот видишь как. Очень-очень доволен, приехал. А где он служил Барнауле? Нет, военный. Я говорю, в Сибирском, где ракеты стоят? Он говорит, вы первые сгорите, я говорю, там. Он, ну, это ещё как. Я говорю, вас на молекулы разложат все. Со суперскоростные ракеты американские. На вас на Стеллина, примерно, сто ракет. От вас же пепла не останется. И за вас и мы постановим потеряем. Тут ещё долбить-то. А там-то ракеты. Ни одной ракете не дадут взлететь. Я прочитал данные выкладки. КПР выложили данные. На каждую нашу шахту тройная защита при подъёме. Не считая, что из космоса она начнёт их сшибать. Может быть, какая-то ракета прорвётся, а она на тысячу. Данные ракеты. Суперсовременное оружие на то, и вплотную, вплотную потянуто. Для того, чтобы до Москвы долететь, 5 минут только всего нужно. Через 5 минут уже вся ракета над Москвой. Тогда, когда бомбы-то были ещё небольшие, это, в 45-м, они там быстро как-то это всё сделали. Нужно было 9-й атомной бомбой для Москвы. Чтобы полностью стереть, слицать, вернуть. То есть блудница должна сгореть. Блудница. 17-18 главы откровения. Кто-то у нас занятия шли, и там один был. И начал. Да нет, это Вашингтон. Недавно на меня ещё один вышел. Я говорю, а сколько качают блудницы? Ну, мы даже определить. Я очень просто доказываю. Мы как-то загадками... Я загадки придумал. Я говорю, догадайся, о каком звере я думаю сейчас. Разрешается три ошибки сделать. Ну, сейчас спрашивают, хищник? Я говорю, да, хищник. А если грамотный человек, он говорит, а когти у него выдвигаются или нет? Хищник вот, но когти не выдвигаются. А у леопарда выдвигаются, он по деревьям лазить может. Рысь. Я говорю, выдвигается. Так. А живёт он на земле, здесь. Я говорю, ну, на земле, не в воздухе же. Ну, где сказать не могу. Так, а тут ещё один грамотный сидит. А в цирке она бывает? Я в цирке. В цирке ни одного зверя такого не было. А почему? Ну, дрессировке не поддаётся. Зверя этот никогда не бывает на арене. Его маленького взяли. Деды. Да вырос, сирот большой. На прогулку его водили. Все гибели, любовались. А вот день, два, нет никого. Я пришёл на бой, стариков задавил и съел. Дальше. Ну, в общем, я понял, кто там. Это Иблис. Я говорю, нет, ошибка одна. Так. Как три ошибки, и из-за игры вышел. Ну, и так, и так, и так. Один, да-то догадался. Нет, это Чёрная Пантера. Я говорю, да. Чёрная Пантера. То есть вот такими вот наводящими. И вот эти качества должны все совпадать. О Христе было 180, кажется, пророчеств. Все на нам должны совпасть. Если бы хоть одно не совпало, это не Христос. Допустим, Иуде дали бы 39 серебряных, а перед 29, это не Христос. 30, только 30. Так, а цены меняются. Цены меняются. Как предсказал Захария, пророк, с это время, цены, дефолты разные. Там было падение курса. А там всё было. Инфляция. А стоимость раба стоит на одном месте. Я когда узнал, вот как это может быть. А вот так. А раб в деревянных башмаках. Ничего нету. Вот таким Христа не представили. 30 серебряных ликов. Как только Христа подали 30 серебряных ликов, цена сразу взлетела. Она там 50-70 и сравнялась с остальными. Уже через неделю 300 долларов. 300 серебряных ликов. Бог сказал, и оно должно исполниться. И не может оно не исполниться. Бифлеем. А уже до конца не Бифлеем. Не знаю. К Бифлеем он подойдёт. И кто ещё не знает. А события так разворачиваются. А оно к одному вплотную подходит. И на этот день как раз здесь. Вот мы не умеем сочленять эти события. Как и не получается. Почему именно в это время? А у Бога так рассчитано. А зачем ты туда поедешь? Да я вот туда. Он не знает ещё, что там его ждёт человек, который на другом конце земли живёт. А кто-то предсказал, тот человек должен с этим встретиться, и он его убьёт. Да он не убьёт его. Ему предсказали, что ты будешь погибать около города Москвы. Его арестование, когда Парижа и на казнь выводят, он колгнут. А он смеётся над ними. Меня не казнят. Нет. Почему? Да я знаю всё. Я знаю, что я здесь должен умереть. А потом его уже затащили на шахот. Уже привязали, уже разжигать. Он говорит, а это что за деревня? Они говорят, Москва. Какая Москва? А тут русские поселились, назвали Москва. А он и не знал. Всё. Это прямо исторические данные, называют фамилии, имя. Если так суждено, как этот Релеев сказал бы, кому суждено быть повешенным, того не расстреляют. И так и получилось. Ему дядя-то угрожал. Я расстреляю тебя. Офицер, как Лермонтов, ссорил. Он говорит, дядя, кому должно быть повешенным, того не расстреляют. А ему уже мать сказала, было предсказано. Вот эти пять декабристов-то, Релеев. Первый-то, ребёнок умер, второй умер. А им сказали, вы его назовите так, когда поедете крестить. Кто первым попадётся, мужчина, его именем назовите. И ребёнок останется жить. Ну, они едут. И видят, на одной ноге ковыляет солдат старый. Подошли. А как позвать? Он говорит, Кондратий. Так, будешь у нас крёстом? Чтоб крёстом был. Буду. Вообще, двух низей, почему не быть. И всё, Кондратий. А потом матери стена-то открылась, когда она у Люньки была. И болела. Заболела в три года, он с половиной, кажется, ребёнок-то. И врачи ничего он не вылечит. У него всё уже там. Ну, тогда не было пизицелина-то. И молятся, и молятся. И вдруг Ангелия является перед ней. И показывает, вот свеча дарит. Я сейчас повею крылом. Свеча погаснет. И ребёнок отойдёт к Господу, умрёт, спасёт будет. Или, говорит, я тебе покажу в следующей комнате, и дальше что с ней будет. Я, говорит, подумала. Молилась, а да будет воля твоя. Он говорит, если воля Божия, так молись, а не говори. Она, говорит, я стала молиться и сказала, да будет воля моя. И Ангелия показал в следующей комнате. Он сидит, уже уроки делает. Потом показано, как офицер. Потом какое-то собрание идёт. Он говорит, его слушает. И он говорит, последняя комната впереди. Ещё не поздно. Я ей опять сказал, да будет воля моя. Она открыла комнату, шторку отопила, и я вижу, он в битве висит. Она буквально в норму упала. И дальше всю жизнь по порядку всё так и исполнялось. Бог открывает иногда. И ничего нельзя сделать. Я ещё в детстве слышал, говорили, что этот человек, смерть его будет связана с колодцем. Накародители как огня боялись колоться, чтобы ребёнок не упал. Прошёл дождик, когда там собралась какая-то водичка. Он подошёл, лёг на это и зафигнулся. Там нету, сто сантиметров воды не было. Ты думаешь, повешаться-то надо куда-то вешаться? В одном доме инвалидов. Повесился человек, подошёл к этому крючку на двери. На коленке встал, полотенце надел. Вот так вот. Вот он смотрит, он накалил уже. Его выбрали. Из какой палаты? Да из третья, а это пятая. Всё. Неделя проходит. Из другой палаты, с второго этажа. Двадцать человек пришёл, опять задавился. Тринадцать человек задавился. Вызвали психолога. Он всё осмотрел, спросил, как эти люди себя вели, что. Он говорит, тут ещё нельзя задать. Крючок надо выдрать отсюда. Выдрали, крючок убрали, и всё прекратилось. И только вечно так трое. Слушай, крючок непростой, заколдованный. На этом крючке сидел сатана. И он их хватал, и душил по одному. У нас знакомая тут была, с мамой работала. Я не буду говорить, кто. И она рахом заболела. И она вот так надела полотенце, на кровати, говорит, лежала. И вот так задавилась. Ещё не делала. Хорошая женщина, я знал её. Болезнь, рак. Всё, да. Достойно есть я, кого по истинству, Блажите тебя, Богородицу, Ты стал блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, честнейшую Херобин, И славнейшую Бессорминия Серафим, Безыстрения Бога Слово Рожью, Сущую Богородицу Тя величай. Милосердный и любящий наш небесный Отец, Мы представили твоё величие, Возблагодарить тебя, Что ты позволил нам ещё один раз Отметить этот праздник. Ты сохранил нас от пожара, От Бога, от чистой силы. Молитвам всех святых, Анфимы Никопедийского, Спаси нас и помилуй, Пришли добрые жители с детьми, Сохрани школу. И да нам ещё священника, И расширь пределы в общем, Содела нас истинными миссионерами, Благовестниками. И на врагов возри, Радуши и замыслы, В судный день не помили их безумие, Приведи их к вере евангельской. Тебе, Боже, слава, И пола, отец, и святой дух. Аминь. Аминь. Аминь.